Разразившаяся в начале года пандемия коронавируса многое привнесла в жизни обывателей. В некотором роде она стала толчком к переосмыслению некоторых аспектов жизни. Например, даже самые заядлые домоседы поняли прелесть прогулок на свежем воздухе. Казалось бы, какое отношение к самоизоляции имеет рынок недвижимости. Как оказалось, самое прямое. Во-первых, период пандемии для многих квартир стала постоянным рабочим местом, и оказалось, что неплохо иметь помещение под офисные нужды. Во-вторых, резко подскочил спрос на квартиры с балконами и лоджиями. В-третьих, покупатели заинтересовались наличием поблизости от дома парков и скверов. Нельзя сказать, что эти факторы были неважны ранее, но пандемия заострила на внимание массового покупателя именно на них. Об этих и других трендах покупательского спроса в 2020 году расскажем подробнее. Виды и свежий воздух. Озвучено Яндекс.Спичкит. Такое преимущество, как кладовка в квартирах – редкость, поэтому ее функцию зачастую берут на себя балконы и лоджии. Куда отправляются оставшиеся от ремонта стройматериалы, коляски, лыжи, велосипеды, зимняя резина, а иногда даже банки с заготовками. В карантинную весну нижегородцы, как и все россияне, вспомнили, для чего на самом деле предназначены лоджии и расчистили на них место. Надо сказать, что балконы присутствуют далеко не в каждом строительном проекте. Новостройки эконом-класса зачастую обходятся без них, в комфорт-классе лоджиями оборудовано чуть больше половины жилья. Такие квартиры с дополнительным пространством всегда были популярны, а в период пандемии спрос на них увеличился в разы. Люди оценили возможность выйти погулять, оставаясь в пределах квартиры. Некоторые переоборудовали застекленные лоджии под рабочее место, другие – под рекреационную зону с креслами и столиками. Озвучено Яндекс.Спич.Кит. В Фаворе оказали жилые комплексы с панорамными видами на Волгу, Акупарки и Скверы. Специалисты отмечают, что застройщики не могут не обратить внимания на эти факты. Но уже согласованные и находящиеся в процессе реализации проект вряд ли будут подвергнуты глобальным изменениям в пользу потребительского спроса. Зато в перспективе наличие просторных балконов и лоджий может стать новой строительной тенденцией. А также не исключено, что во многих городах России появятся жилые комплексы с эксплуатируемыми крышами, где можно прогуливаться и заниматься спортом. Общественные пространства. Благоустроенные придомовые территории с озеленением, лавочками, детскими и спортивными площадками уже давно стали обязательной компонентой современных жилых комплексов. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спич.Кит. В период самоизоляции покупатели недвижимости по достоинству оценили этот тренд и стали подходить к покупке, в том числе и с позиции наличия поблизости удобного пространства. Вырос спрос на многофункциональные пространства, где можно не только прогуливаться по дорожкам и наблюдать за игрой детей в песочнице, но и делать упражнения на тренажерах под открытым небом и так далее. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. По словам застройщиков, значительно повышают интерес аудитории набережной, фонтаны, арт-объекты, скверы, необычные площадки. Интересно, что ряд спроектированных заранее пространств в новых ЖК оказался не в кассу. Не вызвали интересы ни библиотеки, ни игровые зоны внутри зданий. Скорее всего, застройщики заменят их на каворкинги и офисы. В таких рабочих зонах в комфортных условиях смогут трудиться отправленные на удаленку сотрудники. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. В каворкингах сотрудникам будут предоставлены различные справочники, Wi-Fi, удобные рабочие места и, конечно, будут соблюдаться все меры безопасности. Возможность спокойно поработать будет предпочтительнее хоум-офис, потенциальные покупатели должны по достоинству оценить нововведения. Также застройщики видят будущее за пространствами, которое позволит обеспечить нужды жильцов, не выходя из дома. Вероятно, скоро в жилые комплексы начнут оборудовать студиями йоги, спортивными залами, образовательными центрами. Чем больше функционал смогут предоставить проекты, тем они перспективнее считают специалисты. Как организовать рабочее пространство в жилой квартире? Те, кто покупает квартиры в жилых «Ромоэконом» и «Комфорт» класса, не задумываются о перспективе обустройства отдельного кабинета. Но этой весной такая необходимость стала перед многими работниками, которых из привычных офисов отправили на удаленку. Кои кто решил эту проблему за счет переделки лоджии, но в перспективе застройщики полагают, что спросом будут пользоваться квартиры с возможностью зонирования. Последние исследования рынка демонстрируют, что люди не желают оплачивать лишние квадратные метры, которые из которых нельзя извлечь максимум пользы. Поэтому так высок спрос на европланировки, позволяющие гибко и адаптивно использовать пространство, быстро трансформируя его под определенные цели. По словам исследователей рынка, до пандемии функциональности пространство уделялось гораздо меньше внимания, чем когда люди оказались вынуждены сосуществовать на одной жилплощади круглые сутки. Решать задачи с дистанционным обучением детей удаленной работой родителей, по возможности поддерживая привычный режим. Это привело к тому, что в отложенном спросе на недвижимость начала четко прослеживаться тенденция к предпочтению гибких планировочных решений. Люди стали более осознанно подходить к выбору жилья, начали обращать внимание не на метраж, а на количество окон, от которого напрямую зависит возможность зонирования. Пандемия также выявила, насколько устарели многие привычные планировки, и застройщики в ближайшее время планируют отказаться от них в пользу более современных. Это же касается организации общественных территорий. Ценник вниз. Введенные правительством ввиду пандемии коронавируса ограничительные мер серьезно поменяли мировоззрение городских жителей. Даже те, кто раньше не задумывался о покупке дачного или садового участка, коттеджа или тоунхауса, пересмотрели свои приоритеты в пользу этих вариантов. Многие из тех, кто ранее планировал покупку обычной квартиры, обратили внимание на частный сектор. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Небольшие наделы земли стали актуальнее больших площадей в многоэтажках. А те, кто планировал переезд, начали рассматривать более южные территории. Эксперты-аналитики уверены, что эта тенденция не закончится вместе с пандемией, а растянется как минимум на несколько лет. Есть, конечно, люди, которые остались верны урбанистическим предпочтениям. Но и на них повлияла пандемия. Из центра мегаполисов покупатели потянулись к окраинам, чтобы иметь возможность взять больше квадратных метров по сниженной стоимости. Немаловажным фактором является и лучший экологический статус окраин, хотя Нижнего Новгорода это касается в меньшей степени, чем Москвы и Санкт-Петербурга. Впрочем, мнения экспертов по поводу децентрализации разделились. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Часть из них считает, что коронавирус тут ни при чем, просто если в отдаленных районах инфраструктура развита не хуже. И у человека имеется все необходимое для комфортной жизни, ему незачем стремиться в центр. Власти некоторых городов специально проводят политику развития окраин. Это также приведет к широкому распространению мини-коворкингов на первых этажах жилых зданий. Что предприняли застройщики? Как известно, спрос рождает предложения. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Поэтому новые проекты застройщики разрабатывают с учетом новых векторов спроса. В этом же направлении ведут свою работу интерьерные дизайнеры и проектировщики мебели. Грядет эволюция интерьеров, которые станут более мобильными функциональными универсальными. Изменения коснутся и общественных пространств. Если раньше упор велся на централизацию, то сейчас развитие пошло в противоположном направлении. В тренде широкоформатность, бесконтактность, уединенность и безопасность. Девелоперы будут работать над разделением потоков жильцов, чтобы тем пришлось как можно меньше встречаться друг с другом. Это будет отражено в расположении почтовых ящиков и создании боксов для курьеров, увеличении количества выходов, изменении планировок общественных пространств. Тем не менее, эксперты полагают, что принципиально новый продукт застройщикам разрабатывать не придется. Они будут ориентироваться на долгосрочные и массовые тренды и следовать им. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Сотрудники агентства недвижимости «Владис» постоянно держат руку на пульс и находятся в курсе самых актуальных предложений на рынке жилья. Обращайтесь, и мы подыщем для вас участок, дом или квартиру вашей мечты. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала «Риэлтерские технологии». Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайтесь на канал.